Вот теперь, братья, дальше. А суфии говорят, что есть еще четвертый вид. Они эти три вида говорят, да, да, есть, проблем нет. Но говорят, что еще, говорит, есть четвертый вид. Просить Аллах посредством права или положения кого-то из праведников или пророков. И удивительно, брат, что эти суфии на эти три вида Тавасуля вообще внимания обращают. Они их не разъясняют людям, не говорят, делайте вот так, если у вас тяжело будет, просите Аллаха таким способом или таким способом. Аллах окажет вам поддержку или поможет вам. Не, брат, всему этому они не учат. Однако вот этот четвертый свой вид Тавасуля, который не узаконен, они, брат, тратят много усилий и энергии для того, чтобы до людей донести, что этот вид Тавасуля есть и что он узаконен. И мы сейчас будем разбираться, почему. Давай сначала начнем с того, что многие суфии, многие суфии нашей местности называют себя ханафитами и говорят, мы последователи ханафийского масхаба. Мы им говорим, нет, мы следуем за Абу-Ханифой, а вы за Абу-Ханифой не следуете, а только говорите, что вы следуете. И чтобы это доказать, мы им скажем. Не только мы говорим, что такой вид Тавасуля, какой вы говорите, не только одни мы говорим, что он запрещен и что он не узаконен. Также в масхабе Абу-Ханифы, имама Абу-Ханифы, и конкретно от самого Абу-Ханифы, есть слова о том, что этот вид Тавасуля не узаконен. В книге Ад-Дур-Аль-Мухтар, 2 том, 630 страница, одна из самых известных книг ханафийского масхаба, приводится от Абу-Ханифы, что он сказал, Никому не разрешается призывать к Аллаху или взывать к Аллаху, кроме как посредством имен и атрибутов Аллаха. И посредством дуа, посредством каких-либо взываний, дуа, которые разрешены в шариате, остальные виды дуа, которые мы здесь приводили. Которые разрешены, и которые мы берем из слов Аллаху, И Аллаху принадлежат прекрасные имена, взывайте же к Нему посредством этих имен. Эти слова его закончились. Дальше поехали. Эти же слова пришли в книге Фатау Аль-Хиндея, 5 том, 280 страница. Также сказал Ад-Кудури, в большой книге по фикху, которая называется Шарх Аль-Курхи, что Бишри Ибн-Уль-Валид рассказал, что Абу-Юссов рассказал. Абу-Юссов кто такой? Один из самых больших учеников Абу-Ханифа. Что Абу-Ханифа сказал? Никому не разрешается взывать к Аллаху, кроме как его именами. И я, говорит, не люблю, и я не поддерживаю того человека, который говорит, что я прошу у Аллаха тебя правом какого-то из твоих творений. Видишь, Абу-Ханифа знал этот вид тавасуля, что люди его придумали. И говорил, а я его что? Ак-Риху. То есть, не люблю, не поддерживаю. И дальше этот же самый Кудури говорит, И это также слово кого? Абу-Юссуфа. Также это мнение Абу-Юссуфа. Абу-Юссуф говорил, Я не люблю, чтобы человек говорил, Я прошу тебя, о Аллах, правом такого-то. Фу-Лян, ну, Фу-Лян, понятно, правом такого-то человека. Ау-Би-Ха-Ки-Ан-Бия-И-Ку-Русулик. Или прошу тебя правом твоих пророков и твоих посланников. Ау-Би-Ха-Ки-Л-Байтин-Харам. Или я прошу тебя почетом твоего, что? Запретного дома. То есть, Ка'абы. Ау-Аль-Маш'Ар-Ил-Харам. Или прошу тебя правом, или почетом Маш'Ар-Ил-Харам. И поэтому Кудури продолжает и говорит, Просить Аллаха посредством права какого-то из Его творений не разрешается. Потому что нет, говорит, у творений никаких прав перед Творцом. Понятно ли, нет? То есть, кто может сказать, так, вот у меня такие права тут перед Аллахом. Давайте просить у Аллаха посредством моего права. Понятно ли, нет? Потому что, это, говорит, не разрешается. Потому что нет утворений каких-то прав, которые бы к чему-то обязывали Аллах. Дальше поехали. Поэтому это не разрешается единогласно. То есть в ханафитском асхабе это единогласно, без разногласий. И опять тут похожие слова, еще из одного источника. Шарху л-Ахья, 2-й том, 285-я страница. Такие же слова, просто не буду их повторяться. Суть в том, что мы привели те источники, где слова Абу-Ханифы приводятся. Дальше. И мы сказали, это мнение учеников Абу-Ханифы, кого? Абу-Юсуфа, который у нас кто? И Акуб ибн Ибрагим. И Мухаммад Аш-Шейбани. Это два самых больших сподвижника, кого? Абу-Ханифы. Самые два из больших его ученика. Теперь, братья, смотрите. В чем проблема? В чем проблема такого два? Почему некоторые могут сказать, что ты нам так паришь здесь? Уже два часа, или сколько там? Целый час, что вот такая страшная вещь. В чем проблема здесь? Ну подумаешь, попросил Аллаха правого пророка. Что тут такого? И дальше вопрос. И почему суфи и так с ума сходят, но пытаются это узаконить? Им-то что надо? То есть надо же понять причину. Какая у них выгода? Да, какая выгода-то им от этого? Во-первых, братья, самое главное и самое страшное, что это первый шаг, как мы сказали, который приводит к ширку. То есть, если они узаконят для людей это, доведут до людей, что можно просить этим, то дальше будет легче. Почему, брат, смотри. Потому что это первое проявление мысли человека о том, что у пророков и праведников есть положение перед Аллахом. Значит, что, и это начало мысли о том, что этим положением можно воспользоваться в своих целях. Что чужие дела или люди могут принести пользу ему перед Аллахом. Сейчас я это зачитываю, потом объясню поподробнее. Даже если сам человек грешен, и Аллах им недоволен. И как мы знаем, это основа неверия неверующих. То есть, смотри, в каком смысле? Мы сказали, основа неверия неверующих какая? То, что они, говоря, что мы грешные, а вот у этого есть положение перед Аллахом, они как бы за чужой счет пытаются что? Выкарабкаться. То есть, говорят, раз у тебя положение есть, ты давай там заступись, а я вот грешный, и даже если Аллах мною недоволен, может быть, как-нибудь прокатит. Суть же такая у них. Вот теперь смотри, брат. Они почему хотят все это установить? Потому что это, брат, вот это начало мыслей у человека возникает. Раз я прошу право этого пророка у Аллаха. То есть, у него начинает мысль появляться какая? Что я могу в своих личных корыстных целях, оказывается, пользоваться правами кого-то и положением чьим-то перед Аллахом. Понятно ли, нет? И это, брат, первый шаг, после которого люди уже доходят к чему? К просьбе самого этого уже праведника. Не к Аллаху, не Аллаху, а этого праведника. Почему, брат? Потому что потом к этому суфию приходят люди и говорят, подожди, вот ты говоришь, ты говоришь, что я прошу у праведника, Аллах мною недоволен, но я прошу у праведника, а он попросит у Аллаха. Извини, говорит, а с чего ты, говорит, решил, что этот праведник за тебя вообще что-то будет просить? Будь добр, сначала добейся его довольства. А его довольство, что, добиться, говорит, легче. Он, что, человек, Аллах, сфанаталя, не человек. Так или нет? Понял, да? То есть, потом уже, видишь, они на вторую мысль наводят. Первая мысль, я могу воспользоваться в личных своих целях делами чужих людей, других людей и их положением. Могу или не могу? Могу. Второй вопрос возникает у этого суфия. Подожди, а если этот мне не захочет за меня заступаться? Надо мне? Что это я прошу у Аллаха, чтобы он там правым кого-то мне дал, а этот, может быть, сам не хочет этого? Пойду-ка себе, что? Его сначала задобрю, как следует. Жертвоприношение ему принесу, обед ему принесу, пообещай ему. О, пророк, у Аллаха попросишь что-то за меня и так далее, я тебе барашка принесу, зарежу ради тебя. Видишь, почему, брат, они все так страстно пытаются доказать эту точку зрения. Это первая проблема. Вторая проблема, брат, что в этой просьбе есть намек на то, что Аллах кому-то что-то обязан. То есть смотри, брат, вот я тебе приведу на примере бытовом, чтобы тебе стало понятно. А Аллах лучше всех этих примеров. Вот представь, брат, смотри, тебя остановил гаишник. И отвел тебя к начальнику, к начальнику ГАИ. И начальник ГАИ тебя знать не знает. И говорит, ну что, попался малай, докатался, давай, вот тебе штраф и вообще прав лишаем. Ты что начинаешь говорить? Ага, сейчас, подождите. Выходишь, звонишь. Алло, такой-то. Ай да, приедь, ты же начальника знаешь, ты же сосед, ты же у него друг. Друг, приедь и, пожалуйста, за меня тут заступись. Правильно или нет? И этот что, приезжает, и ты к начальнику вместе с ним заходишь и говоришь, что? Туда-сюда, этот уже за тебя, как говорится, заступается. И начальник действительно, что уж, раз друг пришел, заступился, он тебя что, отпускает. Правильно или нет? Вот это нормальная вещь среди людей или нет? Нормальная, бытовой вопрос, так и все так делают. Однако, брат, здесь, смотри, еще наглее происходит. Человек заходит к начальнику и знает, что он перед начальником никто. Но знает, что этот мой друг, его сосед и его, что, знакомый. И говорит, я заклинаю тебя правом твоего соседа, отпусти меня и оставь мне права. То есть, вот представь теперь, брат, положение начальника. Начальник что думает? Ничего себе. Пришел ко мне, и тут требует меня правами каких-то тут моих соседей. То есть, начальник что получается думает? Начальник думает, так, для этого человека я... Нет, нет, я уважаемый авторитет. Однако, этот человек хочет сказать, что мой авторитет ничто по сравнению с авторитетом моего соседа. Что даже исходя из его авторитета, я должен сейчас его что? Отпустить во своясь и даже отдать ему права. Еще, может быть, спасибо тебе сказать за это. Так или нет? А вот здесь, брат, то же самое получается. Смотри, только, брат, грех этого еще хуже. Потому что, брат, они что это делают? С Аллахом так делают? Правильно, нет? Они говорят, о, Аллах, я прошу тебя правом Мухаммада. И как бы ставят Аллаху, что? Ультиматум. Как будто, типа, как раз у пророка право перед тобой есть, будь добр, меня прости. А если ты меня не простишь, считай, что ты не уважаешь право Мухаммада. Так ведь получается? Иными словами, правильно или нет? И в этом, брат, что? То есть, плохой адап по отношению к Аллаху спонталя. Понятно или нет? И поэтому, как сказал Аль-Из ибн Абдусалям, если, один из ученых так сказал, а если это вытекает из мысли, что они делают кияс, аналогию с кем? С творениями. И говорят, вот видишь, смотри, смотри, как они еще говорят. Допустим, смотри, вот правитель, говорит, у нас есть. Правитель. Он же, говорит, такой важный, правильно? К нему так просто не зайдешь. Надо что найти? Посредника. То есть, какого-то его знакомого и моего знакомого. нашего общего, короче, знакомого, посредством которого я могу к нему уже зайти потом. И они, знаешь, что говорят, брат? А Аллах, говорит, более великий и более важный. И тем более к нему что? Нельзя зайти напрямую. Тем более у него надо искать посредников. Понятно или нет? Аллах, смотри, в Коране что сказал? وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِبْ عُجِبُ دَعْوَ تَدْدَعِ А когда тебя твои рабы, а когда мои рабы спрашивают тебя обо мне, то есть об Аллахе, то ведь поясни я близко, отвечая на зов того, кто взывает ко мне. Видишь, Аллах, смотри, не сказал, а когда мои рабы тебя спрашивают обо мне, скажи, пусть там поищут посредников, посредством которых они ко мне могут прийти. Правильно или нет? Нет, Аллах, смотри, что сказал? То ведь я близко, отвечая на зов взывающего к нему. Видишь, Аллах, смотри, какой милостивый, милосердный. Правильно или нет? А они его сравнивают, что? Всякими тиранами, так и с которыми невозможно зайти и свою проблему попросить решить. Поэтому, смотрите, братья, еще важная вещь, какая есть, то, что Аллах, смотри, в Коране часто говорит, и они спрашивают тебя, например, о трофеях, или они спрашивают тебя о новолуниях, они спрашивают тебя о том и о том. Скажи им, о Мухаммад, так-то, так-то. Скажи им, о Мухаммад, так-то, так-то. А вот в этом аяте, смотри, Аллах, смотри, говорит, и они спрашивают тебя обо мне. И потом Аллах, смотри, не говорит, скажи им, так-то, так-то. А говорит сразу, что? То ведь я же близко. Понимаешь? Здесь даже Аллах даже не захотел своего пророка, саласаном, поставить, как передатчика между собой и между рабами его. И поэтому даже не сказал, и скажи им, что я близко. Нет, сразу сказал, то ведь я близко. Отвечая на зов взывающего его. Потом сказал, я аибадия лазина асрафу аля анфуси им. Ла тахнатуми рахматилля. Аллах сматли говорит, о рабы мои, которые причинили несправедливость сами себе. То есть натворили грехов. Ла тахнатуми рахматилля. Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Поясни, Аллах прощает все грехи полностью. Аллах сматли говорит, чтобы не возникла мысль у человека, что я такой грешный, и столько у меня уже грехов, что меня уже Аллах сматли ни за что не простит. И видишь, братья, каким плохим последствиям приводит это такой вид обращения к Аллаху. То есть как будто мы сравниваем Аллаха с каким-то тираном, и ставим ему какие-то ультиматумы, и сравним с тираном, который нас никогда не простит. И думаем, что он не такой, который что милостивый и милосердный получается. Понимаете ли мне? Вторая проблема какая. И третья проблема, брат, которая в этом дуа есть, это, брат, некрасиво просить не своими делами. То есть, допустим, например, Наиль, брат, сделал какое-то благое дело Ханифу, например, и я прихожу к Ханифу и говорю, брат, вот, я тебя прошу именем того дела, которое тебе Наиль сделал. Он мне что скажет? Сказать, извини, Наиль сделал, Наиль получит. То есть Наилю я ей отвечу. Благим же. Так или нет? А ты-то скажешь, что здесь ходишь? Правильно? Твоя заслуга в чем здесь? Здесь, брат, то же самое. Я, говорит, прошу тебя правом пророка. Брат, только не надо думать, что мы отрицаем право пророка. Аллах, что в Коране сказал? Сказал о Мусе. Мус, алейсалям, сказал о нем, И он имел великий почет перед Аллахом. Или имеет перед Аллахом великий почет. В другом аяте Аллах сказал о Иисусе. И он имел почет в этой дуне и вахира. То есть, действительно, пророки имеют великий почет перед Аллахом. Так или нет? И более того, брат, в книге Аль-Каида, Аль-Жалиля, Фитавасу, Аль-Василя, приводит идтифаку мусульмин, единогласное мнение всех мусульман, что почет и положение пророка, Мухаммада, самое великое перед Аллахом, среди всех творений Аллаху. И мы это признаем, брат. Однако, это не означает, что мы можем этим правом пользоваться и посредством этого права Аллаху ультиматум ставить. И просить его решить наши конкретно проблемы этим ультиматумом. Теперь понятно, в чем проблема, почему они так сильно хотят добиться установления и узаконения этого вида Таласуля. Теперь, что приведем, шубухаты противной стороны. То есть, их сомнения и их доводы, которые они используют, в довод, что этот вид Таласуля узаконен. Хадис, они используют хадис Анаса ибн Малика, который приводят Бухари и Ибн Саад в Табакат, который мы только что зачитывали. Какой это хадис? То, что Анас ибн Малик говорит, что Омар ибн Хаттаб, когда случалась засуха, так смотри, когда случалась засуха, Омар ибн Хаттаб шел к дяде пророка, Аббасу ибн Абдуль Муттальгу, чтобы тот помолился о дожде. И говорил у Аллаха, раньше мы приближались к тебе посредством нашего пророка, и ты давал нам дождь, а сейчас мы приближаемся к тебе посредством дяди нашего пророка. Дай же нам дождь, и дождь действительно начинался. Суфи используют это как довод за себя. И говорят, видишь, Ромар что? Делал Аббаса средством, посредством, ставил посредником между ним и Аллахом. Мы говорим, да. Прямой перевод какой? И мы приближаемся к тебе теперь посредством дяди нашего пророка. Это прямой перевод. Приближаемся к тебе посредством дяди. Теперь вопрос. И Суфи, и мы также говорим, что в этом предложении однозначно, что пропущено какое-то слово. В каком смысле? То есть имеется в виду какое-то слово здесь. Как, например, смотри. Когда, например, ты говоришь, этот человек ушел или нет? Ты говоришь да. То есть ты имеешь в виду, да, этот человек ушел. Понятно? То есть это слово ты уже не произносишь, потому что оно что? Понятно, так? А останавливаешься на чем? На да. Но есть какое-то слово, которое здесь не договорено. Правильно или нет? Вот здесь также, братья, и они соглашаются с этим, и мы соглашаемся, что здесь какое-то слово не договорено. Что значит, мы просим тебя посредством дяди пророка? Мы говорим, что здесь имеется в виду, мы просим тебя посредством дуа дяди пророка. А они говорят, мы просим тебя посредством положения дяди пророка. Понятно или нет? Вот теперь вопрос. Кто прав, мы или они? Они говорят, здесь имеется в виду, мы просим тебя посредством положения и почёта дяди твоего пророка. А мы говорим, нет, мы просим у Аллаха тебя посредством того, что Аббас делает дуа. И ты ответишь на его дуа и не спошлёшь нам дождь. Теперь мы приводим доказательства. Смотри, первое доказательство. Сахабы шли к пророку, когда засуха была, что они делали, брат? Шли к пророку, саламу асаляму, и просили у него что, брат? Просили и говорили, сделай дуа, попроси у Аллаха дуа. И никто, брат из подвижников, не сидел дома. Они же могли каждый сидеть дома и говорить, у Аллаха, мы просим тебя правом твоего пророка, чтобы ты не спасал нам дождь. Однако они не сидели и такой дуа не делали, а шли к пророку, саламу асаляму самому, живому, и просили, чтобы он сделал дуа Аллаху, чтобы Аллах послал дождь. Поэтому следующее доказательство. Вопрос. Зачем Умар не попросил Аллаха почетом пророка? Он же мог попросить Аллаха, когда пророк сам умер, зачем он пошел к Аббасу? Он же мог попросить Аллаха почетом пророка. Вот скажите мне, братья, этот вопрос. Первый вопрос. Почет пророка, саламу асаляму, остается после его смерти или нет? Остается. То есть почет не такая вещь, которая исчезает. Так ведь почет он как был при жизни, так и остается после смерти. Теперь второй вопрос. Чей почет перед Аллахом больше? Пророка, саламу асаляму, или Аббаса? Пророка, саламу асаляму, почет, естественно, выше перед Аллахом. Правильно же? Чем Аббаса. Теперь вопрос. Раз сподвижники считали узаконенным просить Аллаха посредством права людей, то почему, брат, Ромар не пошел и не попросил Аллаха посредством положения пророка, а пошел к Аббасу и попросил его дуа сделать? Почему, брат? Так как он знал, что дуа мог делать пророк только тогда, когда был жив. А теперь он не может уже дуа сделать. А Аббас может. Он живой еще дуа может делать. Ведь чтобы пророк за тебя дуа сделал, брат, надо объяснить, во-первых, ему свою проблему. То есть пойти к пророку саламу и объяснить ему проблему свою. Попросить его дуа сделать за тебя, а потом стоять за ним и говорить Амин, Амин. И пусть Аллах примет, и пусть Аллах примет. Теперь вопрос, брат. Мы говорим, что пророк саламу живой, в своей могиле, живет совершенной жизнью. Однако не такой жизнью, как мы живем. Смотри. Есть, братья, жизнь бытовая, как мы живем. И есть жизнь, называется барзахия, то есть после смерти. То есть люди же там живут? Живут. Но живут они какой-то жизнью, которой мы не знаем, как она происходит там. То есть мы не имеем понятия, как она там происходит. Так или нет? И поэтому, если пророк салам сделал, здесь дуа делал, то мы говорим, там он уже дуа не делает за свою общину. Понятно? А кто хочет сказать, что он там дуа делает, пусть дуа приведет. Поэтому смотри. Они говорят, суфи говорят, нет, пророк знает то, что происходит с его умой. И не надо его что? Объяснять ему, чтобы он там дуа за нас сделал. Он и так знает, что происходит с его умой. А на самом деле ответ на это какой-то, что пророк, братья, не знает, что происходит с его умой сейчас. Вот. Есть же такое убеждение у людей? Например, бабушка умерла, и она, говорит, на самом деле все видит и смотрит, и знает, что происходит с его внуками там. Ну, допустим. Приходит домой, смотрит, проведает, как дела, уйдет. И говорит, нет, надо, говорит, что выполнить завещание бабушке. А то она смотрит, на нас разозлится и так далее. Братья, это все ерунда и чушь. Почему? Далильное это какое-то. То, что пророк, салас саламом, это известный хадис, который вы здесь слышали. Пророк, салас саламом, придет в судный день и будет около водоема. И придут к нему люди. И некоторых людей ангелы отгонят. И пророк, салас саламом, что скажет? Асхаби, асхаби. Это мои же сподвижники, мои же сподвижники. И что? Ангел ему скажет. Ты не знаешь, что они ввели после тебя в твою религию. Правильно ли это? Если бы пророк знал, они бы сказали, да, ты знаешь. Что, не знаешь, что ли? Так ведь сказали бы? А они сказали, что нет, ты не знаешь, что они ввели в твою религию после тебя. Так или нет? И пророк, салас салам, что им сказали? Сухкан, сухкан. А, тогда ладно, убедите, убедите. И потом прочитает аят, в котором слова Иисуса. Пророк сам этот аят прочитает и скажет. О, Аллах, когда я был живой среди них, я был свидетелем за них. А после того, как я умер, ты остался свидетелем за них. Понятно ли нет? Так же, как Иисус скажет в судный день перед людьми. Скажет, о, Аллах, когда я был живой среди них, я был за них свидетелем, что они многобожьи не делали. А когда я умер, ты остался свидетелем за них. И знаешь, сколько они натворили многобожьи. Понятно ли нет? И это долина на то, что пророк сам не знает, что с нами происходит. Поэтому Ромар не пошел и не начал у него там дуа просить за себя, за свою умность. И если бы, брат, было узаконено просить почетом пророку саласом, Аббас ни за что бы, Ромар ни за что бы не оставил почет пророку саласом и не обратился бы к менее почетному перед Аллаху. Поэтому мы говорим, что да, пророк сам живет жизнью, самой совершенной жизнью, но это не такая жизнь, как у нас. И, братья, также это один из источников заблуждений суфьев, то, что они делают аналогию той жизни к этой жизни. И думают, что пророк саласом живет точно так же, как здесь жил. И говорят, он сейчас живой и все слышит. Можешь ему говорить, что хочешь, разговаривать с ним, он все слышит и видит. Понятно ли, нет? Более того, брат, даже доходит до того, что собираются около его могилы люди разных национальностей. Например, десяти разных национальностей собираются, брат. Суфи. Суфи, да. И просят у пророка. И, брат, каждый из них думает, что пророк понимает их. То есть это же откуда исходит? Мы говорим, Аллах понимает все языки и слышит одновременно всех. И различает эти голоса. И они у него не смешиваются. И понимают, и все, и отвечают каждому. Так или нет? Это какие качества, брат? Это чисто божественные качества. Это человек не может так делать. А они, брат, даже пророк, даже когда живой был, так не мог делать. Не понимал языков. Знал только арабский язык. И если ему пять человек начнут что-то говорить, он говорит, подожди, подожди, четверо молчите. Один скажи, потом второй скажи. Правильно или нет? Ну, брат, вся проблема у них в том, что они думают, что после смерти пророк стал еще более великим, чем он был при жизни. Помните, мы это говорили? Они говорят, как меч, который вытащен из ножен. Когда он был живой, он как был меч, как будто в ножнах, которым особо-то не порубишь. А потом, после смерти, он, говорит, тело выкинул, и осталась только душа. И это, говорит, как меч, который вытащили из ножен, и он стал еще более великим. Понятно ли? Братья, это все вот, у Аллаха, брат, сказки. Откуда они это все это берут? Пусть приведут, откуда они все это берут. Это же, брат, можно чего угодно напридумать. Правильно ли? Да. Можно чего угодно придумать. Дальше. И поэтому, брат, однажды, при жизни еще пророка Саласалама, пророк Саласалама запоздал, был где-то в пути. И люди не дождались его на намаз. И не знали, кого поставить впереди, и поставили потом Абу Бакра, самого лучшего из них. Так поставили на намаз. И Абу Бакр встал и начал проводить молитву. И потом, во время молитвы, подошел пророк Саласалама. И люди, когда увидели пророка Саласалама, что начали делать? Сильно хлопать в ладоши. А Абу Бакр не оборачивался в молитве никогда. Но когда уже услышал, что что-то они совсем там хлопают, он обернулся и увидел, что стоит за ним пророк Саласалама. И пророк Саласалама ему сказал, что стой на месте и продолжай. Читай, продолжай, читай. А Абу Бакр, что сделал, не стал продолжать. Он попятился назад и встал в ряд. И пророк Саласалама вышел вперед и довел молитву до конца. И после этого пророк сказал ему, что тебе помешало, о Абу Бакар, провести молитву с людьми, когда как я тебе это приказал. Сказал, проводи. И он сказал, не пристало, говорит, сыну Абу Кухафы, не пристало мне, сыну моей матери, стоять в намазе перед посланником от Аллаха. Понятно, нет? К чему этот хадис привел? К тому, что, брат, смотри, сподвижники не были довольны, чтобы Абу Бакар стоял перед посланником Аллаха. И как эти суфи хотят сказать, что сподвижники остались довольны тем, что Омар пошел? К Аббасу, и променял его почет на почет пророка, если бы это было узаконено. Если бы это было узаконено, брат, сподвижники бы не согласились бы с этим, с Омаром. И сказал, куда пошел? Иди у пророка проси. Или Аллаха проси посредством положения пророка. Дальше. Продолжаем этот же самый довод. Теперь, брат, им же надо как-то сказать, почему пророк поменял почет пророка, а Омар поменял почет пророка на почет Аббаса. И знаешь, брат, почему? Какой они довод приводят? Они говорят, Ромар сделал это для того, чтобы показать людям, что иногда разрешается прибегать к менее хорошему, когда есть более хорошее. То есть это вот в фикхе есть такое правило, что иногда в некоторых случаях можно взять менее хорошее и оставить более хорошее. В некоторых случаях. И говорит, Ромар здесь хотел, что это людям объяснить это правило. Шнехалбани в своей книге от Таласоль говорит, вот вы сами подумайте. Говорит, этот год был назван Санатор Ромада. Ромада это пепел. То есть земля превратилась в пепел, представь. То есть такая была засуха, ничего живого не осталось. Все животные погибли. Люди помирали с голода, помирали от жажды. И было страшное что? Страшная засуха, которую не видели долго до этого. Вот смотри, и говорит, нормальный человек, когда у него тяжелая ситуация, и перед ним два человека, которым он может обратиться за помощью. Он говорит, за какую схватится? За ту, которая действительно поможет. И не оставит ту, которая поможет и не пойдет тому, кто навряд ли поможет. Так или нет? А тут говорит, Ромар решил пошутить. В такой тяжелой ситуации решил с людьми пошутить и им показать. И пошел по этому к Аббасу. Сами подумайте, говорит, это говорит, сколько надо завраться, чтобы придумать такую причину. Понимаешь? Потом мы им отвечаем, хорошо, брат. Даже если так, даже действительно, если Ромар решил так пошутить, и пошутил над чувствами людей, и пошел к Аббасу, и оставил пророка. Тогда мы им скажем, вы хотите сказать, что Муава ибн Абисуфьян, который обратился к Езиду, кому? Ибн Асуда Аджуреши. А потом после него Дахак также обратился к нему. Вы хотите сказать, они тоже решили это правило людям доказать, что ли? То есть смотри, не один же Ромар обращался, а три известных случая об этом до нас дошло. Поэтому мы говорим, это что? Этот ваш довод отпадает. И тем более, брат, в хадисе пришло, что когда случалась засуха, Ромар шел к Аббасу, к дяде пророка. То есть это было неоднократно, много раз. То есть ладно, один раз показал, хватит, как говорится, так и шутить. Во второй раз-то куда показать? Третий раз куда показать? Понятно или нет? Поэтому это случалось несколько раз. Поэтому это тоже отпадает. И там Аббас, который Аббас обратился к Аллаху в ответ на просьбу Ромара. Аль-Хафиз... Сейчас все, осталось чуть-чуть. Хафиз Аль-Аскалани в книге Фатху Аль-Бари, 3-й том, 150-й страницы, писал, что Зубей Ревну Баккара разъяснил в книге Аль-Ансаб, что именно сказал Аббас, как именно он обратился к Аллаху в своей мольбе по этому поводу и когда это произошло. Аббас говорит, сказал, И в хадисе также есть слово А сейчас мы приближаемся к тебе посредством Аббаса. Это означает, что оба Тауассуля были одинаковые. То есть он говорит, во время жизни пророка мы обращались к тебе через пророка. А сейчас мы обращаемся к тебе через Аббаса. Это означает, что оба Тауассуля были одинаковые. И мы если посмотрим, как обращались через пророка, увидим, что это дело через дуа, а не через право пророка. Дальше. Есть книга Суфии, которую написали. Автор ее неизвестен, но книга выпущена. Иман нашли от Казань, из-за своей иман. Выпущена этим, однако не указан автор. И книга называется Тауассуль. Обращение к Аллаху посредством чего-либо. Типа такого названия. Он говорит, что... Как он приводит этот хадис? Смотрите, как он переводит этот хадис. Говорит, Бухари приводит Сахихи Ат-Анаса. Он же приводит это за себя, как довод за себя. И говорит, что во время засухи Умар ибн Хаттаб попросил. Смотри, во время засухи Умар ибн Хаттаб попросил. То есть из этого предложения мы понимаем, как будто это было только один раз. А на самом деле было несколько раз. Видишь, они для чего, брат, так переводят? Для того, чтобы довести свои доводы до конца. Помнишь, мы говорили один из доводов, то это было несколько раз. И Умар это сделал несколько раз. И это говорит о том, что он не просто предпочел Аббаса перед пророком, чтобы показать людям. Поэтому мы говорили, что это важная вещь. Что это случалось не раз. А они переводят как? Во время засухи Умар ибн Хаттаб попросил. Не просил постоянно, когда случалось, а попросил один раз. Помощи, говорит, попросил помощи именем Аббаса. Слово именем нет у брата в хадисе в этом. Откуда пришло такое именем Аббаса? Откуда они это слово взяли? Сказав, о Аллах, мы просили у тебя посредством нашего пророка, а сейчас мы просим дяди и пророка, о Аллах, не спошли нам дождь. И теперь в книге «Лицо ваххабизма» называется «Истинное лицо ваххабизма». Тоже суфистская книга одна. Пишет, что однажды, говорит, когда во время правления праведного Умара случилась засуха. Видишь? Тоже пытается показать, что это было только один раз. Переводят хадис так. Однажды, когда во время правления праведного Умара случилась засуха. То есть так переводят. Для того, чтобы доказать свое мнение и свой довод из этого хадиса. Теперь же, и дальше переводят, и говорят, «Теперь же мы делаем тавасуль к тебе посредством дяди Мухаммада. Дай же нам дождь ради него». То есть этой добавки в хадисе мы сказали нет. Видишь, как они, брат, добавляют к хадису то, чего в нем нет, и убавляют из хадиса то, что в нем есть. Для того, чтобы поддержать свое мнение. И не останавливаться даже перед этим. Иншаллах, в следующий раз остальные доводы приведем, и вы увидите, иншаллах, что они делают с хадисами для того, чтобы поддержать свое мнение. Субтитры создавал DimaTorzok